Привет, зрители! В общем, тут как бы ждали обзор зимней одежды. Я вот пришла с магазина и решила сразу обозреть. Ну, как бы, она достигается. Сейчас я даже застегну для тебя эту штуку, зритель. У меня есть парашют. У меня есть еще розовая курточка, которая почти весь декабрь шарахала. Потому что, как бы, зимы такого не было. Но у нас же, как бы, обзор фаворитов одежды. Вот длинная одежда. Эту шапочку мне связала моя подружка. Она теплая. У меня есть еще одна шапочка, но я ее пока не одевала. Она тоже та же самая подружка вязала. Она беленькая, я даже не знаю, где у меня эта шапочка где-то лежит. Ну, хорошая такая шапочка, в общем. Она как бы тут загибается. Ой, блин. Да. Маска твой лучший друг и товарищ. Без маски-то никто. Последний. Вот, фактически. Курточка. А, надо же ее показать сзади. Да, вот она капюшончиком, типа. Такой вот капюшончик. Не очень удобный капюшончик. Я его не догоняю. У меня просто там. Волосатенький. И как бы под курточку одевается либо какая-нибудь футболочка вплоть до пижамной кофты. Либо какой-нибудь типа свитерок. Вот свитерок. Ну, он так как бы свитерок. У меня, похоже, еще где-то лежит красный свитерок с пингвинятами. Ну, я что-то вот таскаю пока этот. Шарфик. Мне как-то одна моя велико-возрастная подруга подарила. Моя падрочка. Хороший теплый шарфик. Не знаю еще, но теплый такой хороший. Джинсы под джинсами и капронки. Обычно я в джинсах хожу. И вот эти гетры, и вот эти сапоги, короче. В общем, как бы зритель. Может, я, конечно, что-нибудь еще допишу. Ну, слушай, зритель, так геморно в теплой толстой куртке снимать ролик обзорный, что я ношу. Не повыришь. Она очень теплая. А у нас сейчас минус 20. Я, может, просто потрясу перед камерой каким-нибудь свитерком. Потому что дома тепло. И ощущать себя очень жарко, очень не очень хорошо. Поэтому я пока с тобой, зритель, не прощаюсь. Но свитерком я все же потрясу. Продолжаем наш обзор тепленьких шмоточек. Мне так лень, зритель, что я решила просто на кровати обозрить. Вот любимые рукавички. Вообще у меня есть пара, ну, две пары рукавичек, которые еще бабушка вязала белые. Шерстяные вот эти. Эти мне подписчица Лёля подарила год назад. Мягкие и теплые. Вот, я даже, может, сейчас сподоблюсь нацепить на руку платье. Я в нем периодически что-то снимаю. Оно как бы уже такое допотопное. И ты, зритель, если мой допотопный зритель, то уже видел это платье на мне. Вот, рукавичка. Ну, она уже в карточках, и на ней немножко есть вот деревяшечки кусочек. Это последствия того, что я таскала доски для этой кровати. Но оно на вешалочке. Вот, я даже сейчас попробую его на что-нибудь повесить, чтобы ты, зритель, его на весу увидел. Как бы в полный рост. Полный рост платья. Вот. Это шерсть. Теплая, хорошая шерсть. Тенедила платье. Ему 10 лет уже. Такое хорошее очень платье. Я помню, там по дизайну было точно такое же, только белое. Ну, и, соответственно, рисунок был немножко другой. Это называлось «Русская зима». Там такая китайская девочка была в нем. И называлась это «Русская зима». Она была еще в маленьких и в шапке у щенки. Ну, китайцы, видимо, на тот момент думали, что в России именно так и ходят. А это свитер. Ну, не то, чтобы он сильно допотопный. Меня его как-то вдарили. Я в нем ходила в декабре, когда было не особо так холодно. В осенней своей розовой куртке, которая была в фаворитах осени, наверное. Очень длинные рукава. Вообще, в нем можно как бы не только зимой, а в какой-нибудь холодной осени без всякой курточки. Вот, слушай, зрители, я только сейчас заметила вот эту штуку тут. И вот тут тоже. Ну, как бы я вот здесь-то ее замечала на себе. А вот сейчас я только сейчас заметила. У меня такое бывает с вещами. У меня как-то были такие очень красивые сапоги. Они вдруг стали помирать. И я на них сзади увидела такие красивые рисуночки. Когда они уже стали помирать. Хотя я их как бы сам выбирала тогда с родственниками, может даже с мамой. У меня были такие красивые джинсы с вышивкой. Короче, зашел ко мне человек. В общем, что хочу сказать. Про то, что у меня были какие-то джинсы, у них вышивка была сзади. Когда они порвались, я заметила, что у них сзади была еще вышивка. Вот тут кнопочки. Очень хороший свитер. У него закрыто горлышко. Я люблю, что горлышко закрыто было. Но так как он дохрена теплый, шерстяной, то в теплой куртке в нем не походишь. Это уж совсем на дубак надо. Как я и говорила, у меня там пара шуб есть. Еще короткая теплая зимняя куртка. Но это можно сказать не то, чтобы фавориты, но то, в что я по большей части влезаю и шастую. Такие дела. В общем, вот тебе зритель. В начале был ролик. Я была в одежде, а теперь вот я на руке это все снимаю. Спасибо тебе за просмотр моего ролика «Фаворитов зимы». Сейчас у нас 29 января. Вечер. Вечер, вечер. Вон у меня. Занавешено все. Я даже елку уже убрала после СМРа. 35 практически минут десятого. Ну и пока тебе, зритель, что. Не забудь поставить палец кверху.